Всем добрый день! Надеюсь, меня слышно хорошо. Время 11.01. И совсем скоро мы начнем. Ждем, пока подключатся все остальные. Я жду, когда подключатся с тобой. Привет! Привет! Как ты? Все четко. Я тебя отлично слышу, отлично вижу. Надеюсь, что всем остальным хорошо. Нас гибно и слышно. Ставьте плюсики. Нас смотрят 36 участников. Ждем, когда подключатся все остальные. Тема огонь сегодня. Для меня она очень важна, потому что мы к этому шли, наверное, можно сказать, что 8 лет. Но как минимум год мы об этом очень много разговаривали внутри компании. На партнерской поездке в Турцию, которая была прошлой осенью, мы показывали первые наши идеи, мысли, наработки по этому поводу. И постепенно двигались к тому, что в UDS появится автоматизированный маркетинг. Сегодня мы детально обсудим историю вопроса и обсудим, как с этим всем работать, как повысить прибыль. Запись, да, будет. Запись мы обязательно выложим. Сабир, ты как попробовал сам уже всю эту историю? Да, я еще времени не очень много прошел. Ты знаешь, я погрузился, все настроил. И как курица на сесть, я сейчас на своих яичках и смотрю, что же будет происходить. Такая история, потому что еще, ну, просто недостаточно времени прошло, да, то есть многие клиенты и гости, которые пришли первый раз, они там какие-то первые мотивашки получили, первые сертификаты, чтобы понять там, как они отработают. Ну, такое ощущение очень прикольное, что мы заходим в определенную новую стадию, вот истории с автоматизацией, когда не тебе уже нужно вспомнить, зайти что-то, отправить ручками, а когда ты все настроил, и такой можешь уже немножечко отойти и смотреть со стороны, что же будет происходить. У меня очень хорошие, скажем таки, ощущения по поводу всего этого, да? Класс. Я вообще, в последнее время мы с ребятами обсуждаем очень много, что мы получаем меньше обратной связи, то есть если раньше нам валилось на саппорт, исправьте то, исправьте это, мы, короче, взялись за то, чтобы исправлять какие-то там косяки, недостатки продукта, то сейчас обратной связи стало гораздо меньше почему-то. То ли вот эти вот самые распространенные обращения мы поправили, то ли, не знаю, всех все устраивать начало. Вот, я сегодня уже скажу об этом, я прошу вас оставлять нам обратную связь, у нас есть форма, вот я сейчас отправляю в чат ее. Через эту форму вы можете написать, что не так, то есть, может быть, какая-то проблема возникает в использовании UDS, может быть, какая-то проблема, которая возникает в бизнесе или во внедрении, хотелось бы решить при помощи UDS, но не получается. Напишите, пожалуйста, нам, мы постоянно просматриваем эту обратную связь, мы выбираем самые повторяющиеся паттерны, самые повторяющиеся проблемы, поднимаем их в приоритете и берем в работу, исправляем. Вот, таким образом у нас за последние полгода, например, появился функционал, который позволяет заказывать весовые товары через UDS. Вот, пожалуйста, оставляйте эту обратную связь, эту ссылочку вы можете сохранить, вы можете отправить это другим партнерам, другим клиентам, вы можете сохранить ее себе, чтобы как только у вас возникает какой-то вопрос, вы написали нам. И очень важно оставлять ссылку на вашу компанию, номер телефона, чтобы мы с вами связались и могли задать уточняющие вопросы. Ну что, давайте начинать. У нас уже 56 человек, я думаю, что остальные подтянутся. Поехали. Начну с философии. Я не устаю повторять, что UDS – это про деньги. Восемь лет мы работаем над тем, чтобы малому бизнесу дать инструмент для увеличения прибыли. Чтобы избавить предпринимателя от рутины, но прежде всего, чтобы увеличить прибыль малому бизнесу. Мы всегда декларировали, что гораздо проще не привлекать клиентов, а проще возвращать клиентов, делать их лояльными, увеличивать повторные покупки. И, в принципе, мы начали как программу лояльности, и до сих пор при большом объеме функционала программа лояльности – это наш флагман, это наша ключевая экспертиза. И над этими инструментами мы работали 8 лет и знаем о них все, по сути. Мы всегда говорили, что самое главное при использовании продукта – это оцифровка клиентской базы. Если сотрудники на кассе, если официанты говорят клиентам – скачайте мобильное приложение UDS и получите скид на следующую покупку, если эти процессы выстроены, то UDS будет работать, потому что как только ваша клиентская база оцифровывается, можно использовать инструмент, начиная отработать так называемую магией UDS. Вы можете с этой клиентской базой работать, вы можете совершать какие-то простые действия, отправлять пушки, вы можете отправлять сертификаты, возвращать клиента в свой бизнес. Фактически многие из наших клиентов это делают. Действительно, клиенты, которые с нами остаются, они, как правило, от скачет клиентской базы выстраивают. Те, которые не готовы это делать, с каким-то причином отваливаются и не работают с UDS. Но вот среди тех даже, кто занимается оцифровкой, какие-то компании получают результаты, какие-то не получают результаты. И вот мы стали смотреть, а что отличает компании, которые получили результат с UDS. Их отличает то, что они совершают простые действия. То есть они заходят в UDS бизнес, они заходят в консоль, и систематически каждый день или каждую неделю они начинают отправлять баллы, отправлять сертификаты, отвечать на отзывы, отправлять новости через пуш-рассылки. То есть они начинают активно работать с клиентской базой, и это действительно приносит результат. Действительно клиенты получают эти баллы, получают эти сертификаты, возвращаются, чтобы их потратить, и приносят какие-то деньги. Это работает, это факт. Что мы можем сделать для наших клиентов, которые не готовы заходить каждый день? Мы знаем, что малый бизнес – это такая штука, Сабир, наверное, лучше меня знает, когда у тебя нет вообще свободного времени, когда ты весь в делах, которые надо будет сделать позавчера, ну просто вот тебе надо либо человека вынимать, либо что. Мы считаем, что простые действия должны происходить сами, исходя из цели бизнеса. Мы для себя это вывели, наверное, мы это чувствовали всегда, но сформулировали для себя примерно год назад, и мы подумали, что мы должны эти действия автоматизировать. Мы работали над этим, мы изучали совместно с департаментом продуктов, какие действия самые конверсионные, чего не хватает, что надо автоматизировать, и наконец-то вот в начале августа представили функционал автоматизации. У нас в UDS бизнес, у всех клиентов на тарифе PRO появился раздел автоматизации. Туда переехали как уже знакомые действия, автоматизированные скрипты, которые у нас уже давно, это, например, автоответы на оценки и заказы, так и абсолютно новый функционал, новые маркетинговые скрипты, которые мы автоматизировали, о которых мы сегодня детально поговорим. Хочется заметить, что это новый даже для нас функционал пока, поэтому мы его опубликовали сейчас в режиме бета, то есть все правила, которые там сейчас работают, они могут поменяться, потому что, возможно, они не оптимальны, мы это признаем, и, возможно, они поменяются в ближайшее время, мы поймем, что надо по-другому рассчитывать, надо по-другому делать выборку, мы настроены этот инструмент улучшать, поэтому он сейчас выпущен под флажком бета, это значит, что в ближайшее время, возможно, этот функционал затронут какие-то изменения. Но самое главное произошло, этот функционал появился, и мы готовы делиться этим функционалом со всеми клиентами, так что мы призываем всех клиентов, которые работают со своими клиентскими базами, которые хотят увеличивать прибыль с повторных покупок, пожалуйста, пользуйтесь вот этой вот историей, мы будем очень рады получить от вас обратную связь и этот инструмент вместе с вами улучшать. Хочется, наверное, Сабира здесь спросить, я тут затронул тему про предпринимателя, про малый бизнес и про то, как много времени, наверное, уходит на рутину и в правильном ли мы направлении здесь движемся касательно автоматизации. Сабир, что скажешь? Так, я почему-то не слышу Сабира. Сабир, тебя не слышно. Пожалуйста, попробуй перевключить микрофон или перезайти. Перезагрузи страничку просто, мы тебя подождем пока. Очень хочется услышать Сабира на самом деле, потому что у этого человека, если вы не знаете, есть три бизнеса в Тюмени, которыми он операционно руководит. И что интересно, у всех этих бизнесов внедрен UDS и мне всегда очень интересно, как он со всем этим справляется. 3 сентября поеду в Тюмень на форум выступать и обязательно посещу заведение Сабира, потому что очень интересно, как все устроено с точки зрения бизнес-процессов. Начиная с оцифровки клиентской базы и заканчивая тем, как все работает в полях. Так, раз, два, три. Кажется, отлично. Да, я хотел сказать, что у меня есть определенная профдеформация. Я раньше в НАМИ 11 лет был инженером по автоматизации в Газпроме. И когда я пришел, собственно, открыл свой линейный бизнес, мне как бы повезло, я продолжал работать по вахте. Я хочешь, не хочешь, уезжал на месяц, где у меня было время. Я не мог заниматься рутиной, при том, что я понимаю, что если бы я не был бы вынужден уезжать, меня бы эта рутина постоянно точно бы засасывала. И вот такой вот режим жизни и работы меня заставлял как бы думать о том, как бы мне автоматизировать и упрощать. И вот этот вот взгляд такой, как бы какую-нибудь рутинную повторяющуюся операцию, как-то что-то с ней придумать, чтобы больше туда не лезть, постоянно я вот об этом думаю. И я могу сказать, что сейчас появление вот этих автоматизированных сценарий лично для меня инструмент, то есть UDS, он вообще выделяется в отдельную категорию. Когда мы сегодня, каждый предприниматель рассматривает вот там вопросы автоматизации или вообще использования каких-нибудь сервисов, на рынке достаточно много разных предложений, да. И там у одного сервиса может быть там чуть больше фишек, у другого чуть меньше фишек. Но не у всех есть автоматизация. Я вообще к чему клоню? То есть сервис может быть очень замечательный, но часто происходит так, что предприниматель внедряет какой-то инструмент, внедряет даже может его очень даже неплохо, но когда приходит момент, там поработать собственной базой, да, с накопленной, либо сделать какие-то активности, он просто этого не делает по разным причинам. По моим наблюдениям, среди моих клиентов больше половины собственников либо очень-очень редко, либо очень-очень-очень редко заходит в консоль, чтобы, собственно, со своей базой поработать, отправить пуш-уведомления, напоминания. И здесь много разных причин, ну, просто отвлеченность, отсутствие фокуса, миллион задач у предпринимателя. Действительно просто, человек просто забывает об этом, да. В этом есть стопроцентная понятная польза, но он не помнит. И вот теперь, когда появляются автоматизированные сценарии, появляется возможность зайти, один раз все настроить и отпустить. И этом есть невероятное вообще благо, преимущество, польза для работы, вообще жизни любого, да, бизнесмена. И это офигенно. Вот. И мы идем туда. Это классно. Начиная с банальных примеров. У нас же и раньше была частично, да, автоматизация, допустим, там, автоматический ответ на обратную связь. Мы уже, там, два года пользуемся этим инструментом, чтобы увеличить количество отзывов на тех же площадках, как Яндекс.Карты, Гугл.Карты и Дубльгиз. И это работает замечательно. Сейчас мы используем этот инструмент, чтобы просить больше, там, упоминаний в Нельзяграме и ВКонтакте. И это уже работает уже несколько лет. И мы можем сказать, что автоматизация, она, ну, действует. Сейчас с появлением. Я же говорю, я все настроил. И сижу, жду, как курица на сес, как это будет происходить. И я знаю, что, там, этот функционал будет увеличиваться. И это невероятно круто. Наконец-то появится возможность прийти, один раз настроить, заниматься своими другими суперважными делами, продуктом, бизнесом, да, развитием. И понимать, что у тебя маркетинг не только оцифровывается, да, но и внутри системы есть инструменты коммуникации. Это бомба вообще просто. Класс. У меня, в принципе, такие же мысли. Да, мы с появлением функционала, как ты сказал, отстраиваемся от конкурентов. И это вообще какой-то новый UDS, над которым, конечно, еще нужно очень много работать, что он действительно работал сам. И самое главное, обвесить его какой-то статистикой более детально о том, как это работает. Сейчас тоже возможно благодаря функционалу сертификатов, но об этом чуть позже. Смотрите, мы с вами сейчас будем идти попунктно по разным скриптам автоматизации. И если у вас появляются какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чат. Мы будем периодически останавливаться и на эти вопросы отвечать. Наша с вами задача выйти из этого вебинара с полным пониманием того, как это работает, и пойти все это дело настраивать, чтобы оно стало работать. И, пожалуйста, оставляйте нам обратную связь о том, как это работает, чтобы мы смогли этот инструмент сделать еще лучше, чтобы мы смогли понять, как он используется. Мы уверены, что будут новые кейсы, как вот Сабира сказал, с автоответами. Они позволяют получать, например, оценки на внешних площадках типа Яндекс.Карт. Поехали. Первый, наверное, самый популярный запрос, который был, это конвертировать в следующую покупку. Нам говорили, мы знаем, репотребляемость нашего бизнеса, а сделайте нам, пожалуйста, как вот у сервисов онлайн-записи, пожалуйста, чтобы через 30 дней после визита человек получал пуш-уведомления. Мы очень много таких отзывов получили, складывали все это, все эти отзывы, и потом склеили воедино, когда начали делать автоматизацию. Мы поняли, что при помощи этого инструмента можно делать эту историю, и что лучше отправлять не просто сообщение, а можно отправлять баллы или отправлять даже сертификат. Как это работает? Вот мы с вами увидели, что появляется раздел автоматизации, и в нем надо выбрать квадратик, на котором написано напоминание после покупок. Мы на него нажимаем и попадаем в вот такой вот раздел. Здесь есть, по сути, два параметра. Первое, сюда нужно ввести, сколько дней после покупки должно пройти, чтобы клиент получил сообщение или какое-то уведомление. Я взял, например, 30, потому что, например, у нас какой-то барбершоп. Дальше, второй параметр, который нужно настроить, это что мы будем отправлять. Мы можем отправить либо сообщение, либо бонусный балл с текстом, либо отправить сертификат. Я лично не знаю сценарий, когда лучше отправлять сообщение. Мне кажется, что надо всегда дарить либо баллы, либо сертификат. В случае сообщения мы указываем просто текст сообщения. Презентация не отображается. Правда ли, что презентация не отображается? Поставьте плюсики, кому видно. Отображается. Отлично. Ксения, попробуйте, пожалуйста, перезагрузить страницу. Что с бонусными баллами? Мы, опять-таки, устанавливаем размеры вознаграждения и пишем текст. Вот по поводу размеров вознаграждения очень интересный вопрос на самом деле. Многие предприниматели боятся ставить много, то есть боятся ставить 150, 200, 300. Ну, просто так денег как бы раздавать. Но в то же время, как будто бы у нас есть настройка, которая позволяет ограничить процент счета, который можно снизить баллами. Сабир, вот как ты считаешь, на вот этот вопрос как правильно ответить? То есть нужно ли раздавать скидки? Насколько это опасно? И является ли это какой-то недополученной прибылью потенциальной? Тут, конечно, нужно всегда комплексно подходить. Вот ты правильно сказал, да, у нас есть вариант отправить сообщение, начислить баллы, либо сертификат. Вот я, допустим, очень много вижу вариантов, когда нам нужно отправлять сообщение. То есть иногда это может быть банально. У нас есть кинотеатр, и нам не нужно каждый раз человеку отправлять какие-то стимуляции, нужно ему помнить, просто напомнить, что у нас новый фильм. Это может быть какое-то ивент-агентство, это может быть какое-то арт-пространство, которое проводит какие-то мероприятия. Мне нужно просто людям афишу раскидывать, уведомлять вообще о том, что происходит. То есть это нормальная история. Если говорить про скидки, конечно, нужно сегментировать. Вот банальный пример. Я, допустим, у себя в заведении сегментировал людей, у которых средний счет 3,5 тысячи рублей. То есть я понимаю, что у меня есть Вася и Сережа, которые, если приходят, меньше чем на 3,5 тысячи не сидят. И вижу, что эти люди не приходили ко мне больше 30, 60, 90 дней. Я таким людям могу прям очень такой щедрый подарок сделать. Не знаю, сказать, ребята, вам сертификат, сегодня кальянт в подарок. То есть кальянт стоит 1200 рублей. То есть мне по себестоимости 400. Я могу это дать конкретно Вася и Сереже, потому что понимаю, что если Вася и Сережа и придет, они у меня потратят денег. Но мы помним все примеры биглеонов, купонаторов, которые были популярны сколько там, лет 5-10 назад. Когда компании раздавали всем большие, абсолютно холодной аудитории клиентам, у которых нет статистики, мы не понимаем, что это за люди, какой у них средний человек возвращается. Идея была какая. Я дам сегодня клиенту 50% скидки, то есть отдам слугу по себестоимости или в минус, но он ко мне придет, попробует, как у меня классно, и станет постоянным гостем, будет возвращаться. Но, как показала практика, этого не происходило. Это сгенерировало огромную аудиторию халявщиков, грубо говоря, которые покупали только за купоны в разных местах. В итоге предприниматели отдавали товар по себестоимости, либо в минус, а базу не нарастили. Понимаете? То есть тут, конечно, от каждого бизнеса нужно смотреть индивидуально. И вот у нас есть сегментация. Пожалуйста, если вы видите, что это жирные клиенты, в хорошем смысле слова, то есть они платежеспособны, они доказали уже это в своей истории покупок, им, конечно, можно щедро давать, можно щедро их привлекать. А если это новые, абсолютно, которые у вас еще не покупали, можно давать поменьше, примерно ориентируясь на стоимость привлечения нового клиента, если вы уже это считали, да, через маркетинг. То есть в данном случае абсолютно нормально. Появился клиент в базе, еще и покупок не совершал, вы понимаете, сколько у вас стоит там цена привлечения нового клиента, да, плюс там маржинальность, дайте столько человеку там в качестве сертификата, либо там начислите баллы, бонусы, чтобы попробовать его привлечь. Вы в минус точно не уйдете, получите среднюю цену привлечения клиента. Примерно такие рекомендации. Я примерно так же себе все это дело вижу. Тут очень много вопросов накопилось, я чуть дальше расскажу, потом мы к вопросу вернемся обязательно, как все. В общем, в случае с баллами мы, это работает точно так же, как обычная рассылка баллов. Мы вбиваем, сколько мы баллов отправляем, и вбиваем текст, и клиенту приходит обычное пуш-авдомление о начислении баллов. Третий вариант – это отправить сертификат. Когда нажимаем «Отправить сертификат», ниже показываются все сертификаты, которые созданы в вашей компании, которые выдаются вручную. Еще раз, в разделе сертификата могут быть созданы уже сертификаты, которые выдаются вручную, они здесь появятся, можно прямо его выбрать, но мы это делать не рекомендуем, потому что тогда у вас статистика использования будет неточной, она будет включать не только вот эту конкретную автоматизацию, она будет включать в себя еще и другие ручные способы выдачи. Поэтому рекомендуем использовать отдельный сертификат для каждой автоматизации, для каждого случая. Можно прямо здесь нажать на кнопочку «Создать», у нас появится страница создания сертификата. Давайте коротко пробежимся о том, какие здесь есть вообще параметры. номинал, здесь все понятно, наверное, на какую сумму мы выдаем сертификат, срок действия, обязательно надо указывать, если мы хотим, чтобы клиент вернулся, наверное, надо давать какое-то ограничение, чтобы он получил еще пуш-уведомление, что скоро сертификат сгорит. Лимит списания баллов, это относительно новая настройка, которую мы добавили, по-моему, в июле. Это тоже было одно из самых частых обращений на нашу техническую поддержку, просили это добавить. И действительно, для этого сертификат вы можете сделать отдельный лимит списания, хоть 100%, хоть 20%, хоть 30%, независимо от того, какие настройки программ лояльности у вас уже есть. Дальше очень важный параметр, он называется «Выдавать один раз». К этой галочке очень внимательно, потому что, если эта галочка стоит, то этот сертификат повторно не будет выдаваться клиенту. Так это работает в обычных наших сертификатах, но поскольку обычный сертификат используется в автоматизации, эта логика работает и здесь. Если эта галочка стоит, то при повторном достижении вот этого условия, то есть клиент 30 дней не приходил, получил сертификат, потратил его, еще 30 дней он, значит, не приходил, в следующий раз ему этот сертификат выдаваться не будет, потому что стоит галочка «Выдавать сертификат один раз». Следующее изображение сертификата. Классный визуал, можно настроить сейчас сертификат. Это, конечно, очень большое преимущество по сравнению с баллами. В баллах такого сделать нельзя, поэтому всем рекомендуем использовать сертификаты. Ну и текст, в общем-то. То же самое, которое мы использовали в сообщениях, в баллах его можно и здесь тоже использовать. Очень много вопросов нам задают про то, как правильно выбрать картинку или сертификат, чтобы выглядело красиво. Смотрите, прямо сейчас при создании сертификата, если мышку навести на загруженную картинку, появляются две кнопочки такие. Если мы нажимаем на ножницы, то у нас открывается экран, из которого можно обрезать картиночку. И в этом случае картинка у нас будет полностью заполнять с собой экран, будет красивая. Но в то же время для компаний, которые хотят там вертикальную картинку уместить полностью и отправить к клиенту, мы оставляем возможность отправлять картинки даже в любом размере, который они хотят. Вот, мы создали с вами сертификат и видим, что на экране автоматизации он появился. Мы его прямо даже назвали для отправки через 30 дней после визита. Нажимаем на кнопку «Сохранить» и вот у нас эта автоматизация началась. Я все это вчера проделал и вот как сертификат этот выглядит. Вот у меня тут мужчина нестриженный, номинал, сколько можно процентов оплатить, срок действия и текст, который мы добавили. Мы с вами разобрали три основных метода, которые здесь работают. Есть ли здесь какие-то вопросы? Пока вы пишете новые вопросы, я постараюсь, Собир мне поможет ответить на вопросы, которые есть. Иду снизу вверх. Не получим ли мы обратный эффект за счет частоты отправки сообщений, клиент включит пуш сообщения? Смотрите, мы надеемся на адекватность предпринимателей. Эти механики надо включать действительно в том случае, когда они нужны. И я об этом еще буду говорить. Их надо выключать, если вы не собираетесь дальше ими пользоваться или если вы не видите какого-то положительного эффекта. Мы предусмотрели так называемую защиту от дурака. То есть, например, нельзя поставить в этом поле один. То есть меньше чем 14 дней здесь не поставишь, иначе у нас будет постоянно пушка, 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 пушка. Мы заботимся о наших клиентах, не хотим, чтобы они получали очень много пуш-уведомлений. Но уже прямо сейчас у предпринимателей есть возможность спамить. Нам это очень не нравится. Мы знаем, что есть компании, которые отправляют пуш-рассылки при помощи сервиса Udesk Helper, например, каждый день по своей клиентской базе по рублю. Какое-нибудь сообщение. Это неэтично. Это не работает для маркетинга. И мы прямо сейчас работаем над решением, которое позволит создать какие-то лимиты или добавить дополнительную возможность докупать, не знаю, вот эти вот истории. Мы хотим сделать так, чтобы клиент не получал слишком много сообщений. Мы считаем, что механики, о которых мы сегодня говорим, если их правильно настроить и правильно использовать, они не будут приводить к избыточному давлению на клиента. Они будут действительно приводить только к повторным покупкам. И поэтому призываем и вознаграждение здесь, и номинал сертификатов баллов ставить соответствующие, которые будут не висить клиента, а наоборот доставлять им удовольствие и возвращать ваш бизнес. Короче, да, проблемы есть. Думаем над решением. Напоминание. Да, да, давай. Всегда общаясь с клиентами и, сам понимая, очень легко превратиться в компанию, которая задолбала. Я уверен, каждый из вас является клиентом такой компании. Все эти компании задолбали, одним словом, да? И мы точно так же, имея инструмент, можем превратиться в такую компанию. Часто мы же изначально все-таки больше времени уделяли SMM, правильно? Мы все ведем контент, и мы там знаем, что нужен там stories каждый день, посты там через день, да? То есть, и часто люди, переходя, скажем, с такого, скажем так, процесса взаимодействия с клиентом, включаясь в UDS, тоже хотят переменять так же. Но мы не понимаем, что часто, когда я выкладываю какой-то пост либо stories, человек может зайти сегодня в соцсети, не зайти. Умная лента может решить, что я не очень интересный, не показывать мне миллион инструментов. Но когда мы пользуемся push, мы прям, скажем так, вторгаемся в личное пространство, у него проделинькает, экран загорится, шторка появится. Мы вторгаемся как бы в личное пространство. И вторгаться нужно с чем-то классным. То есть, если у вас нету действительно какого-то крутого предложения для вашего клиента, действительно классного, что он увидит, посмотрит, скажет, вау, огонь. Если такого нету, лучше не отправлять. То есть, принцип такой, если у вас не какая-то супер-бомба, фишка, там, новость, лучше ничего не отправлять, чем отправлять, что попало. В отличие от социальных сетей, когда действительно, можно писать, добрым утром, классный день, какую-то такую посредственную информацию, потому что я часто вижу, что и в UDS люди отправляют, типа там, ну, вот какой-то, знаете, такой очень посредственной вещи. А если мы это умножим на количество компаний, действительно, ну, как бы может появиться перегруз. Поэтому принцип такой, лучше ничего не отправить, чем что попало, да. То есть, выбирайте самое крутое. Везем дальше по вопросам. Напоминание по сегментации тегом настраивается? Пока нет. Пока настраивается целиком на всю клиентскую базу. Мы, конечно, думали об этом, потому что нужно добавлять какие-то фильтры, но не все сразу. Мы только начинаем работать над автоматизацией и обкатываем сейчас ее целиком на всей клиентской базе в зависимости от этих условий. Я думаю, что позже мы в этом направлении будем двигаться. Пожалуйста, если вы считаете, что это нужно вашей компании, напишите форму обратной связи, которую я уже отправлял. Мы количественно подсчитываем все обращения. Если таких обращений будет много, то мы раньше это сделаем. Поэтому, пожалуйста, пишите. Конечно, это было бы, наверное, более гибко, более удобно. Идем дальше. Здесь же бонусы не сгорают. И да, хочется в этой механике сразу настраивать несколько приложений. Смотрите, все работает так же, как с обычными баллами, обычными сертификатами. Мы ничего не меняли. Здесь отправляются обычные баллы, которые отдельно не сгорают. Сгорают только баланс баллов целиком по той логике, которая у нас уже есть. С сертификатами тоже. Сертификаты сгорают через какой-то определенный период после получения. Он настраивается на присознание сертификата. Логика точно такая же. Вот, ничего не меняется. Хочется в этой механике сразу настраивать несколько предложений. То есть, если я правильно понимаю, параллельно напоминание после покупок несколько. Ну, в текущей логике, наверное, это не имеет смысла, потому что репотребляемость как бы не меняется. Можно клиента, да, через 30 дней не пришел один текст. Если он через полгода не пришел, еще один текст. Но не знаем, насколько это этично. Подумаем, конечно. Может быть, стоит такую историю запустить. Давайте пойдем дальше. Почему нельзя выбрать несколько вариантов? Вот здесь вот я искренне не понимаю, зачем это может быть нужно. То есть, если я правильно понимаю, выбрать и сообщение, и баллы, и сертификат. Зачем отправлять и баллы, и сертификат? И там, и там какая-то выгода. Зачем отправлять сообщение, если сообщение так есть при отправке баллов и сертификат. Напишите, пожалуйста, зачем отправлять и то, и другое. Может быть, станет более понятным. Как зайти в эту страницу? У нас даже борт выглядит иначе. Эта страница называется не дашборд, эта страница называется автоматизация. Она в вашем левом меню в консоли где-то ближе к концу. Так, почему-либо-либо тоже постарались ответить. Предполагается ли статистика по начислению баллов и рассылке сообщений в автоматических сценариях? В хелпере вся эта статистика. И это очень хорошо и информативно. Мы очень хотим это сделать. Мы, конечно, хелпер тоже изучаем. Мы смотрим, как это у них сделано. И у нас в планах есть сделать статистику о рассылках. Но что я хочу сказать, сертификаты уже сейчас позволяют посмотреть статистику, причем посмотреть ее более показательно. Если вы вместо баллов отправляете сертификат, вы можете видеть полную воронку, сколько человек было в выборке, сколько из них сертификат увидело и сколько из них потратило. И там же на странице сертификата можно видеть, сколько денег принес конкретно этот сертификат. Соответственно, если мы при запуске автоматизации используем конкретный сертификат, то мы на странице этого сертификата можем увидеть всю статистику о том, как этот сертификат отработал. Рекомендуем, пока используя сертификаты. По статистике начисления баллов думаем. Так, двигаюсь дальше к последнему вопросу. Когда визуал вебверс будет выглядеть привлекательным нефункциональным, не пора ли паровозным визуалом? Смотрите, сегодня мы отвечаем на вопрос по автоматизации. Вот это запрос отправьте, пожалуйста, в форму обратной связи, которую я уже отправлял. Отправлю еще раз сюда. Напишите, пожалуйста. Если не сложно, напишите, что конкретно хотелось бы с точки зрения функционала и удобства. Напоминал, как можно ограничить срок жизни баллов? Так, в напоминалках можно ли ограничить срок жизни баллов? Срок жизни баллов настраивается для всего баланса целиком в настройках бонусной программы. Возможно, продолжать свой звук пуш-оведомлением? Непонятно, зачем. Напишите тоже нам в форму обратной связи, но непонятно, как это, в принципе, должно сказаться на прибыли, маркетинге и так далее. Очень хотелось бы статистику по пуш. Да, статистику по пуш-оведомлениям один из самых популярных запросов на обратную связь нашу. Статистикой мы занимаемся, и я думаю, что эта задача тоже будет взята в работу скоро. Если сейчас настроить автоматизацию на 30 дней из последнего визита, то те клиенты, которые покупали 33 дня назад, уже не получат этот сертификат. Вопрос хороший. Насколько я знаю, получат. Наши автоматизации каждый день проходятся и смотрят, есть ли клиенты, которые не не совершили покупки каждые 30 дней. Вроде бы на все вопросы мы ответили. Планируется ли возможность ставить автоматическую отправку в пуш на необходимое время? Такая задача есть. Она будет не в самое ближайшее время, то есть в перспективе месяца ее не будет. Но я думаю, что мы до нее доберемся тоже. Так, вроде бы на вопрос ответили на все. Если, Сабир, ты видишь какой-то вопрос, на который ты хочешь сам ответить, то, пожалуйста, тоже вторгайся и давай вместе отвечать на вопросы. Слушай, ну здесь, да, действительно, последние вопросы были такие, скорее, технические, такого плана. Ребят, если у вас действительно есть вопросы, может быть, есть владельцы заведений общепита либо какие-то другие заведения, у вас есть, может, какой-то прикладной вопрос, не касаемый технической части, вообще, как можно использовать, то напишите, тоже постараюсь быть полезен. Окей, мы пока идем дальше. Давайте пойдем к следующему сценарию автоматизации, это сконвертировать в первую покупку. В чем проблема? Какую проблему мы решаем этим сценарием автоматизации? Есть источники трафика, есть возможность присоединиться к клиентской базе через приложение UDS-App. и мы видим, что очень многие клиенты, они находят для себя какие-то интересные предложения, они переходят к источническому трафику, присоединяются к бонусной программе клиентской базе, но не приходят и не совершают покупку. И мы знаем, что предприниматели пытаются делать, эту проблему пытаются решить через пуш-рассылки, или они в фильтрах выбирают клиентов, подать регистрации, что-то им отправляют. Мы этот сценарий сейчас автоматизировали, и мы запускаем сценарий, который повышает конверсию в первую покупку путем отправки сообщения, палок или сертификат. Здесь логика абсолютно такая же. Смотрите, мы выбираем параметр, начислить, если прошло столько-то дней с момента присоединения к компании. У меня здесь стоит 5 дней, здесь можно поставить минимум 1, насколько я помню. То есть, если клиент не пришел, на следующий день можно же ему отправлять либо сообщения, либо опять-таки баллы, либо сертификат. Вот здесь у меня в примере начисляются бонусные баллы, и тут же в примере я отправляю ссылку на меню, чтобы клиент сразу мог посмотреть, на что он эти баллы может потратить. Я здесь детально сейчас не буду рассказывать про то, как работают сообщения и сертификаты, потому что все абсолютно так же. Выбираем количество дней, выбираем, и выбираем, что мы отправляем. Либо сообщения, либо сертификат, либо баллы. Возможно, кстати, в этом кейсе уже имеет смысл отправлять не только баллы, но и сообщения. Хотя мне, как клиенту, я активно пользуюсь UDS как обычный потребитель, было приятно получить баллы. Я, наверное, посмотрел бы на меню, что-нибудь себе выбрал и пошел потратить. Собир, что скажешь под этого сценария? Может быть, как у тебя в бизнесе, ты уже как-то настроил, как это будет работать? Что ты выберешь? Сообщения, баллы или сертификат? Ты знаешь, я могу сказать, что вообще эта история не всегда работает так, как нам кажется. То есть, условно, если я подписался, предположим, на какое-нибудь заведение, часто имеет смысл работать не с точки зрения дать больше баллов даже или сертификат, а показать ваш продукт, показать вашу услугу, показать то, чем вы лучше конкурентов. Если пользователь шарит по платформе, выделил вас и взял, значит, у него точно есть потребность в вашем бизнесе. Условно. У нас на платформе появляются салоны бровей, женской какой-нибудь одежды. Я ни одной карточки у меня бонусной такой нет, потому что мне это не надо. Я четко понимаю, если у меня в клиентской базе появился человек, взял бонусную карту моего заведения, я ему потенциально интересен. И иногда действительно мы делаем больше пуш-уведомлений и рассказываем, что у нас новое мероприятие, новый продукт, у нас особенный сервис. Понимаете, да? То есть некоторые просто, я вижу, чуть ли не просто, знаете, баллы раскидывают и считают, что просто большее количество бонусных баллов сработает лучше. Но я говорю о том, что не только баллы, но и сам мессендж, что вы хотите продать, что вы хотите, расскажите больше о себе, о своем продукте, о своей услуге, выделите какие-то супер-классные фишки, то есть влюбите в себя клиента через это сообщение, да, а не только баллы. А баллы, это будут дополнительные мотивации вот к этому всему, потому что если он не увидел для себя что-то интересного в вашем бизнесе, там это будет 50 подарочных или 150 подарочных, ну, возможно, ни то, ни другое сработает. Вот такое у меня пожелание. Ты в своем бизнесе выберешь, у тебя три бизнеса, ты просто настроишь или что-то у тебя? Да, я все настроил, я все настроил, сижу, жду. Что же даешь? Баллы? Да, однозначно. Смотри, у нас в нашем случае сертификат, потому что в баллах нету картинки. Вообще мы всегда делали рассылочку, то есть делали новость, отправляли, потому что в новости я могу и картинку, и текст, текст с активными ссылками на внешние источники, и товары забавить. То есть я считаю, вот именно в рассылке визуальная составляющая, мы знаем, да, что у вас 80% людей визуальный контент больше потребляют. Наше push-уведомление это абсолютно уникальный суперинструмент. И вот, кстати, тут видишь, автоматически хотелочка, да, отправить сообщение, я считаю, оно крутое вообще, да, то есть или как-то в сообщение теперь хочется баллы добавить, или в баллы сообщения, да, потому что в таком случае вот это было бы круто. Я тебе говорю, мы самые классные, у нас фантастические петерисцы, дровяная печь, а вот тебе наша пицца, ты можешь ее ткнуть и выбрать, а вот у тебя как мы ее делаем, а вот у тебя тут и бальчики, и там какая-то бы, если еще там забрать подарочек бы какой-нибудь прям в сообщении бы болтался. Вот, короче, такая история. Мы отправляем сообщение пока. Сейчас сертификаты настроили. Класс. Тут сразу два вопроса к Сабиру. Владимир Ручкин спрашивает, Сабиру, скажи, как в твоих бизнесах работает автоматизация, что дает именно в твоих бизнесах? Мы ее запустили буквально сколько-то, две недели назад, не знаю, уже дает что-нибудь или нет. У нас автоматизация есть давно на самом деле. Давайте начнем с того, что у нас в совокупности через UDS мы получили больше пяти тысяч доказов. Вот за время, как вообще у нас онлайн-доставка, да, появилась совокупность во всех направлениях. Когда человек делает заказ через UDS, есть элементы автоматизации, ему приходит автоответ. Первый ответ очень банальный. Спасибо за заказ. Наш повар, мы уже передали заказ на кухню, повар в ближайшее время приготовит, и мы отправим первым ближайшим курьером. Если вам в течение пяти минут не перезвонить наш сотрудник, позвоните, пожалуйста, по номеру такому телефона. И действительно бывают разные ситуации. Бывает, что сотрудник просто не увидел заказ, там, не знаю, что-то, звук отключился, ушел он, всякие истории бывают, да, и человек просто берет и перезванивает, здравствуйте, мне должны были перезвонить, и перезвонили. И мы, и в этот момент сотрудник понимает, что был заказ, он его упустил, и вот вам первый, ну, механика автоматизации, да, человек сам позвонил, потому что ему система автоматически отправила сообщение о том, что если мы тебе не перезвоним, ты, пожалуйста, набери, да, то есть первый момент. Второй момент, это, собственно, обратная связь на оценки, там, пять, да, то есть мы говорим, спасибо, здорово, что тебе все понравилось, хочешь там еще 100 баллов, хочешь еще 50 баллов, хочешь еще 300 баллов, оставь, пожалуйста, отзыв на 2GIS, и мы прямо туда вставляем активную ссылочку, как это делается, мы открываем в телефоне дубль GIS, открываем нашу компанию, жмем поделиться, копируем эту ссылочку короткую и вставляем сообщение. И тоже крутая история, что в автоответах на оценку у нас не просто текст такой, да, замороженный, а активные ссылки. Человек читает это, оставляет отзыв, пишет нам, я оставил отзыв, и мы начисляем его бонусные баллы. В среднем в месяц мы получаем дополнительные 10-15 оценок качества отслуживания от обратной связи UDS. Это офигенный инструмент, да, там, это в совокупности за год, сколько там, около 200 отзывов в год, да, это много, это много, ребята, это очень круто. Вот, как можно еще делать? Хотим качать там, не знаю, нету, нельзя грамма, есть в ВК, мы говорим, оставь, отметь на сторис в ВК, да, там, получи 100 баллов. И то же самое, мини-инструкцию с активными, готовыми ссылками. Опять же, если человек оставил единичку, мы ему такое не отправляем. То есть, человек, если недоволен, мы не говорим ему, иди в социальные сети, в водовики, расскажи, что тебе не понравилось. Наоборот, да, тоже понимаю. Поэтому работает круто. что по поводу тех людей, которые пришли, не купили, и там, скажем так, как будет автоматизация работать, смотрите, я это уже делаю ручками, да, то есть, мы уже с этим активно работаем, и для меня это просто возможность не делать этого больше, понимаете? Вот это прекрасно, то есть, как бы классно, я просто буду, у меня будет больше свободного времени. Огонь. Хочу подчеркнуть все, о чем рассказывает Сабир. Оно сейчас тоже доступно в разделе автоматизации. Здесь есть оценки. Можно туда зайти и настроить автоответ. На хорошие оценки определенный один текст со ссылками на 2GIS, Яндекс.Карты и так далее. Если оценка плохая, никаких ссылок, конечно, чтобы негатив никуда не утекал, а наоборот, расскажите, что случилось, мы вам баллы там раздадим, не знаю. С заказами тоже, автоответы на заказы, и на определенную статус тоже настраиваются здесь, в разделе автоматизации, в блоке заказов. Так что, пожалуйста, переходите сюда, пользуйтесь, настраивайте. Сережа, пока далеко не ушли, можно еще один очень важный момент? Давай. Особенно касается общепита. Ребят, не все можно автоматизировать. Мы вообще, у нас на пятерку автоответ, на четверку, спасибо за хорошую, потому что четверка – хорошая оценка, мы говорим спасибо за обратную связь, скажите, что мы можем улучшить? Я понимаю, что это какая-то мелочь. 1, 2, 3, автоответов нет никаких, всегда человек берет, если телефон и звонит. Это всегда звонок, это всегда какая-то эмоциональная составляющая, никаким, тем более, шаблонным сообщением вы под каждого человека не подстроитесь. Если вы хотите действительно выстраивать лояльность, нужно брать и звонить, и выяснять, в чем дело, и применять все инструменты обольщения для того, чтобы сохранять эту базу. То есть не везде это можно сделать. А если номер телефона не указан у клиента, как приступаете? Ну, тогда, да, отправляем какое-то там сообщение, отправляем с баллами, или там с каким-то количеством баллов, да, там просим ответить. Не всегда получают, если есть почта, и на почту пишем. То есть как бы такая история. Стараемся везде как-то достучаться. Класс. Давайте пойдем дальше. Еще один вопрос есть. Сергей, у нас 20% клиентов не уточняет свой полувозраст, остается не указан. Это корень нарушает основную цель приложения, оцифровка. Может, как-то можно по-другому обойти этот момент, например, поставить в первом ответ M или G. Перенет уменьшит процент концентрованных клиентов. Спасибо. Смотрите, мы международная компания, наше приложение доступно в App Store и Play Market по всему миру. Это наше преимущество, и это в то же время требование соблюдать законодательство всех стран. Если мы поставим по умолчанию M или G, мы начнем нарушать законодательство, которое предполагает одинаковое уважение любых гендеров и так далее. Вы знаете, когда UDS только запускался, пол был обязательным. Мы понимали, что это важно для предпринимателя и заставляли клиента заполнять и дату рождения, и пол. Но в связи с тем, что существуют вот эти законодательные ограничения в разных странах, мы вынуждены все-таки не заставлять пользователя указывать пол и дату рождения. Мы можем сделать этот блок более акцентным. Или, например, у нас есть идея добавить возможность предпринимателю устанавливать дополнительные вознаграждения. То есть он заходит например, в раздел автоматизации и говорит, если клиент выставляет пол, я ему начисляю 50 баллов. И, например, в блоке компании появляется там получи еще 50 баллов, установи пол. Мы думаем над этой проблемой, мы ищем решение. Например, два месяца назад у нас в веб-версии, когда человек регистрируется через сайт, а не через приложение, у нас там появился шаг с установкой пола и даты рождения, потому что мы заботимся об этой конверсии. Но, к сожалению, сделать так, как вы говорите, мы не можем, будем искать дополнительное решение эту проблему. Знаешь, я видел в одном предложении очень интересный момент, когда я регистрировался и там было тоже предложено указать пол. Они, знаешь, как написали, когда тебя поздравить с днем рождения. Вот так вот было написано. И это было прикольно. Они не спрашивают, когда у тебя, а когда тебя поздравить. Я такой, 14 февраля поздравить. Ну, то есть, такой подход. Прикольно. Прикольно. Тут сразу есть комментарий, есть возможность сделать возможность самому предпринимателю в настройке проставить полчеловека. Пришла подруга в студию красоты, я 100% знаю, что она женщина. Думали об этом, но здесь появляется момент с, как бы это сказать, влиянием на чужие базы других предпринимателей. То есть, смотрите, в UTS клиент может быть клиентом нескольких компаний сразу. И если вы, например, по IOIC получите возможность устанавливать пол самостоятельно, то этот пол поменяется в клиентских базах других предпринимателей. Мы считаем, что это не совсем этично, не совсем правильно, чтобы какая-то информация в клиентской базе менялась кем-либо. Ну, за исключением, конечно, пользователей, потому что это его персональные данные. Тоже проблема известная, тоже думаем о том, как ее решить. Да, вот тут коллеги пишут, что вариант проставлять теги мужчина-женщина. Это, конечно, костыль, но, видимо, он рабочий, раз коллеги об этом пишут. Давайте пойдем дальше к следующему сценарию автоматизации. Он называется увеличить чек клиента. Он очень крутой. Мне кажется, что он будет работать, но он более сложный в плане внедрения, потому что для того, чтобы он сработал, нужно его еще внедрять как скрипт на уровне персонала. Смотрите, что можно сделать. Можно при помощи запустить автоматизированную акцию. Если за период 30 дней или больше есть разные варианты, клиент совершает покупку на сумму не менее, например, 10 тысяч рублей, причем без учета баллов, скидок и так далее, то в этом случае клиент получает какое-то вознаграждение, либо баллы, либо сертификат. При этом вероятно вознаграждение здесь должно быть действительно значимым. То есть клиент за определенный период за месяц принес вам 10 тысяч рублей, при среднем чеке 300 рублей, например, наверное, имеет смысл его вознаграждить сертификатом на 1000 рублей. В каком случае это будет работать, если об этом будут говорить все, если об этом будут говорить ваши соцсети, если об этом будет говорить сотрудник на кассе при продаже. Конечно, об этом надо рассказывать, если клиенты это будут слышать, то, наверное, они захотят такой сертификат получить. Еще раз пройдемся, что при настройке мы указываем? Сумму, после которой клиент получает вот это вот вознаграждение, период подсчета, и что мы дарим? Мы дарим опять-таки либо бонусные баллы, в которых мы настраиваем размеры вознаграждения, сколько баллов и текст, и мы точно так же, как и в прошлых примерах, можем создать сертификат, раздавать его и получить детальную аналитику, сколько человек получил сертификат, сколько просмотрело и сколько денег они принесли. На примере я покажу, на примере этой истории покажу, что у автоматизации есть статус активно-неактивно. Вы видите, что в правом верхнем углу есть такой серенький кружочек, написано автоматизация неактивна, это значит, что ничего не происходит. Когда мы нажимаем на кнопку сохранить, написано, что автоматизация активна, значит, все работает. Как только мы создали, настроили автоматизацию, то у нас появляется срок за период 30 дней, вы видите, что написано от 23.08.2022 года. Это значит, что мы начинаем считать клиентов, мы начинаем считать сумму накопленную только с период 23, только с указанных периодом с 23.08.2022 года. Если вдруг вы редактируете автоматизацию, меняете дату, то счетчик сбивается и новый подсчет суммы будет вестись только будет вестись с датой изменения. Это очень важно, потому что это может привести к какому-то негативу со стороны клиентов. Поэтому призываем только в исключительных случаях редактировать вот этот самый период. Непонятно, как клиент узнает о текущей накопленной сумме. Непонятно, как клиент узнает о текущей накопленной сумме, но мы изучили рынок, увидели, что крупный бизнес делает подобные акции. Он тоже никак не показывает это в интерфейсе, письмах, но тем не менее такие акции существуют. Мы подумали, что это, наверное, будет востребовано и для малого бизнеса. Конечно, было бы здорово, наверное, приложение на странице компании показывать. Смотри, а ты можешь здесь купить в течение месяца еще на 100 рублей и получить большой сертификат. Это хорошая идея, но пока она не реализована. Возможно, в будущем, если мы поймем, что это необходимо, мы сделаем визуализацию на стороне мобильного приложения. Так. Какова логика повторной выдачи сертификата за повышенный суммарный чек за период, если в настройках выдачи не один раз, каждый месяц, пересчитывая или плавающие даты, как только сумма достигнута, к примеру, за месяц выдается сертификат. Вопрос хороший на самом деле. Я сходу не готов ответить на него, но мои коллеги знают ответ на вопрос. Я думаю, что мы с этим вопросом вернемся позже. Чтобы, не знаю, если мои коллеги здесь есть, которые знают ответ на вопрос, ответьте, пожалуйста, в чате. Я знаю, что этот вопрос прорабатывался, и мы сделаем так, чтобы не было утечки избыточных каких-то сертификатов и баллов. Как работает целая автоматизация? Каждый день в 14... А, вот Дмитрий Сергеев пишет, сертификат выдается лишь один раз на связи от настройки сертификата. Да, в данном кейсе. Смотрите, каждый день в 14.00 или в 14.30 система проходится и проверяет, появились ли в вашей клиентской базе какие-то люди, которые выполняют условия. Если такие люди появились, то на следующий день ему отправляется балл и сертификат и так далее. Так, вопросов по данной теме пока больше нет. Сабир, что ты думаешь вообще по этому кейсу, по этому сценарию? Однозначно требует работа с персоналом. То есть, если бы мы просто вот эту штуку настроили, никто об этом не знает, то мы будем постфактум вознаграждать тех, кто выполнил это условие. Но мы не будем влиять на рост среднего чека и не будем влиять на увеличение до продаж. Я думаю, тут мысл понятно. То есть, мы оцифруем тех, кто выполнил это. То есть, он и так бы это выполнил, если бы мы не делали это автоматизацию. Мы просто подарим ему дополнительные баллы. Это как бы неплохо, но изначально суть и задача увеличения количества покупок и средний чек не решает, если вы не будете об этом греметь. Это точно нужно понять. Когда вы зайдете, будете все настраивать, нужно понять. Вот это я просто включил, оно работает автоматом. А вот это я включил, и мне нужно еще сопутствующие соцсети, внутри, персонал обучить, что мы об этом говорили. И желательно бы, конечно, сравнить, может быть, какой-то взять за предыдущий период, понять, сколько у вас людей было, которые за месяц выполняли такие условия, и сколько у вас появится после того, как вы запустите эту автоматизацию плюс работу с сотрудниками, и поймете, сколько оно там приросло у вас новых таких чемпионов в базе. Вот это очень важный момент, чтобы это не ушло в просто лишнюю раздачу бонусных баллов. Вообще, это еще... Ага, говори. Слушай, Сереж, а вот тоже такая вот мысль появилась. Мы тестировали такие механики, и иногда в автомате людям давали статусы. Ну, типа, ребята, всем, кто на этом месяц больше всех потратит, вип-статус, да, вот, чисто теоретически, да, то есть, как вариант, мне кажется, эта механика автоматизации тоже имела бы место быть, да, особенно вот здесь вот. Мы рассматривали, да, но в первой, в первой итерации решили это делать. А вот тебе, как собственнику, тебе интереснее раздавать статусы, которые навсегда остаются человеком или какое-то разовое вознаграждение? Ты знаешь, тут палка о двух концах немножко, то есть, нужно считать деньги, потому что, как бы, с одной стороны, в моменте выдача статуса мне стоит 0 рублей, я ничего вообще не трачу, да, с другой стороны, если посчитать, что человек получит статус раньше, чем, допустим, он потратил 100 тысяч, то затраты на маркетинг на этого клиента увеличатся. С третьей стороны, задача же решена, у меня гость постоянный, он ходит часто, да, если, допустим, меня сегодня спросят, Сабир, у тебя в этом месте появилось 100 новых гостей, если мы тебя утвердительно скажем, что они точно все постоянно будут с тобой ближайшие 2-3 года, ты готов им прямо сегодня максимально вип-статус дать? Даже нет, не вип-статус, а вип-статус плюс 5% готов дать? Если они точно будут 3 года, я всем сразу дам в первый же день вип-статус плюс 5%, если буду знать, что они все 3 года ко мне выходят. Понимаете, да? Такой кубик-рубик ты постоянно, короче, крутишь. Вот, лояльность превыше всего, конечно, в любом случае, и так можно, и так можно. Да. Никто не может гарантировать, что клиент будет тебе ходить 3 года. Да. Да. И RFM-анализ, кстати, это показывает. Там есть, мы об этом будем говорить через неделю, на следующем вебинаре. Там есть такой замечательный сегмент, клиент, которых нужно вернуть, клиент, которые тебе приносили стабильную прибыль регулярно, но к каким-то причинам перестали ходить. Такие клиенты есть в любом бизнесе, их надо каким-то образом возвращать. Но это тема отдельного вебинара вообще. Иван Петров пишет, если сумма нового заказа превысила 50 тысяч рублей, то статус клиента в 6 до 4 уровня. Ух. Если сумма нового заказа превысила 100 тысяч рублей, то до 5 уровня. Окей. Может быть и такой сценарий. Давайте пойдем дальше. Мы с вами разобрали сейчас три стартовых сценария. три стартовых сценария, которые у нас появились в нашей автоматизации. Я надеюсь, что у вас появилось понимание того, как это работает. И сейчас я хотел бы ответить на вот те вопросы, которые к нам уже поступали в последнее время, самые часто поступаемые. И еще хотелось бы обратить внимание на важные для нас моменты. Если у вас появятся вопросы, пожалуйста, пишите. мы на все вопросы сейчас ответим. Эти автоматизации бесплатно на тарифе PRO. Эти автоматизации важны, потому что мы знаем, что предприниматель, которые получают результат, они это действие и так делают. Мы хотим, чтобы все предприниматели возвращали клиентов, повышали конверсию в первый покупок, повышали средний чек, поэтому мы эти автоматизации даем бесплатно. мы планируем не только дорабатывать эти автоматизации текущие с точки зрения аналитики и так далее. Мы планируем добавлять новые автоматизации. Возможно, эти новые автоматизации будут платными, за них нужно будет платить. Сейчас мы находимся в процессе поиска решения, чтобы это было взаимовыгодно вообще всем. И чтобы мы как компания окупали затрат на инфраструктуру, потому что все вот эти истории с массовой рассылкой пуш-ведомлений, сертификатов, баллов, они для нас очень затратные. Наш сервер иногда потеет, когда когда-нибудь компания по своей миллионной базе отправляет пуш-ведомления. И мы с одной стороны всегда заботимся о том, чтобы вам давать такие инструменты, с другой стороны делаем техническую оптимизацию или добавляем какие-то все-таки дополнительные способы монетизации, чтобы основная цена продукта не росла для большинства компаний. Мы каким-то образом окупали наши затратные инфраструктуры. Идем дальше. Вопрос, во сколько клиент получит пуш-ведомление. Смотрите, рассылка начинается на следующий день после достижения условия. 14.00, 14.30 по часовому поясу главного пилиала компании. Что делает UDS? Он смотрит на условия и он в 14.00 проходится по вашей клиентской базе. он нашел 5 клиентов, которые попали под условия, которым надо отправить пуш-ведомление или сертификат. Дальше внимание. Он кладет задачу, чтобы на следующий день отправилось пуш-ведомление. То есть, не в этот день будет отправлено сообщение, сертификат, пуш-ведомление, а рассылка начнется на следующий день. Это важно помнить. Если вдруг вы будете это тестировать, следует помнить, что рассылка на следующий день после достижения условия. Сегодня неоднократно я говорил о том, что из всех трех способов дотянуться до клиента мы рекомендуем использовать сертификаты. Почему сертификаты? Потому что можно явно видеть результат. Можно использовать лучше использовать отдельный сертификат для каждого кейса автоматизации. Потому что можно видеть такую воронку, как на экране. Сколько выдано сертификатов, сколько просмотрено, сколько использовано, какая фактическая скидка была предоставлена, сколько денег, какой доход принес конкретно этот сертификат. Естественно, у сертификата есть еще и дополнительные плюшки по сравнению с баллами. Например, то, что у сертификата есть срок сгорания, можно давать только на пять дней, скидку не копить обязательства перед клиентами. Можно делать красивый визуал, можно делать дополнительные условия, можно делать гибкий процент списания, что вот этот сертификат на сто процентов можно списать и так далее. Сертификаты это более современный, более гибкий способ взаимодействия с клиентами, поэтому мы вам рекомендуем использовать исключительные сертификаты здесь. Анастасия пишет, увеличить количество сертификатов, 8 нам мало. Если вам мало 8 сертификатов, вы можете их докупить. Напишите нам на саппорт, позвоните нам на саппорт, мы вам расскажем, как это правильно делается. Мои клиенты компании пивоварни сейчас тариф лайт, потому что есть ряд ограничений. Стоит ли приходить на про тариф? Вопрос интересный. Обратитесь к партнеру, который вам продал лицензию. Мне кажется, что, наверное, он поможет вам взвесить все за и против. Хотя, мне кажется, Сабир, в принципе, он, наверное, имеет отношение к 18 плюс компаниям. Сабир, у тебя бар. Расскажи, как ты думаешь, имеет смысл переходить? С пивоварни, наверное, имеет смысл. Есть проблема в том, что пивоварня не может управлять уведомления. Есть ли какие-то возможности тариф про, которым могут быть интересны пивоварня? Да, у нас заведение, у нас тоже есть пивная продукция, но в конечном итоге у нас много другой активности. Там можно поесть и так далее. Там всегда есть о чем рассказывать. А в данном случае пивоварня у нее один монопродукт. Я сомневаюсь, что там есть бизнес-ланч и выступление, что-то еще. И основная фишка закрыта. А там в лайт-тарифе, у меня даже клиентов на лайт-тарифе нет, честно говоря. Я поэтому даже не помню, что там. Там вообще все пуш-уведомления отключены. То есть банальное напоминание можно. Я понимаю, что пивоварня собирает свою клиентскую базу. Было бы здорово просто говорить о поступлении товаров с каких-то названий, без каких-либо картинок. Это просто такой информационный инструмент для взаимодействия с клиентами. Он доступен или там такого тоже нет? Ну, смотри, по сути, отправка баллов, автоматизация у нас недоступна на лайт-тарифе. Наверное, ради тарифа ПРО, ради автоматизации и ради вот этих вот систематических отправок баллов, наверное, имеет смысл взять тариф ПРО, потому что будут доступны вот эти вот истории с потребляемостью, будут доступны на истории с рассылками баллов именно. Может быть, имеет смысл все-таки перейти. Так, давайте я пойду дальше пока, потом к вопросу вернемся. Еще один важный нюанс. При настройке автоматизации можно выбрать сертификат, который будет удаляться. Есть сейчас такой нюанс, что если вы сертификат, который используется в автоматизации, случайно удалили, в разделе сертификат, то автоматизация остановится. Вот это очень неприятный момент, поэтому будьте бдительны, используйте правильные названия для сертификата. Вопрос в момент неудобный, будем думать о том, как его более правильно решить для всех. Еще один вопрос, еще один момент лично от нас, от разработчиков. Не забывайте, пожалуйста, отключать ненужные скрипты. Попробовали, поняли, что для вашего бизнеса это не работает, или что не хотите дальше клиентам отправлять, зайдите, отключите, пожалуйста. Нужно зайти на страницу автоматизации, нажать в правом верхнем иглу на три точки и нажать на кнопку подключить. Пока вы это не сделаете, баллы, сертификат сообщения буду продолжать отключаться. Почему я вас прошу это сделать? Потому что на нашей платформе сейчас, как вы знаете, очень много пользователей, это миллионы пользователей, это тысячи компаний, все они активно занимаются маркетингом, кто-то ищет для себя выгодные предложения. нам тяжело поддерживать стабильность системы, иногда бывает, когда все отправляют по одному баллу. Пожалуйста, отключайте ненужную активность и будем вам благодарны, если вы будете использовать только то, что вам действительно нужно. Не забывайте отключать ненужную скриптов автоматизацию. Так, расскажу про следующий вебинар. 31 августа мы будем рассказывать про RFM сегментацию. Это еще одно большое обновление, которое мы презентовали на дне рождения компании. Что это такое? Это метод анализа, который позволяет сегментировать клиентов по дате последнего визита и по частоте и по сумме покупок. Зачем нужен этот функционал? Он нужен для того, чтобы выявить в вашем бизнесе самых платежеспособных клиентов, работать прежде всего с ними, или, например, выявить тех, кто платежеспособен, но перестал к вам ходить, или, например, выявить новеньких, которые к вам только пришли и с ними какой-то субмаркетинг вести. Короче говоря, выявить целевые группы, чтобы вести таргетированный маркетинг, именно тот маркетинг, который целесообразно вести именно с такими клиентами. Мы в UDS теперь для компании на тарифе про сделали функционал, который каждый месяц выявляет для вас такие группы, дает рекомендации, что с ними делать. Через неделю мы подробно расскажем о том, как это работает. 31 августа также в 11.00 в московском времени обязательно подключайтесь, будем рассказывать про RFM-анализ, RFM-сегментацию. Так, какие еще вопросы у нас остались? Давайте посмотрим неотвечными. Нужна кнопка для проведения внеочередного RFM-анализа. Оставим этот вопрос пока на следующей неделе. Так, обращаясь на горячую линию о покупке дополнительных сертификатов, сказали, что это невозможно. Интересная новость. Обсужу с коллегами, узнаю актуальность этого предложения и, наверное, в случае, если это возможно, сделаем дополнительный пост о том, как это сделать и что нужно для того, чтобы докупить сертификаты, следите за нашими каналами и соцсетями. У нас траковый центр на платформе, наши магазины также зашли на UDS. Часть из них на Lite по разным причинам. Будет ли возможность им купить автоматизацию? Нет, автоматизация это профессиональный инструмент, он доступен только на тарифе про. Простите. Всем тариф про рекомендую, очень много классных фишек. Сергей, планируется ли автоматизация загрузки товарного фида в интернет-магазин? Что конкретно имеется в виду? Напишите пожалуйста конкретный кейс, что вы хотите сделать. Расскажу, что есть прямо сейчас. Прямо сейчас есть инструмент, который позволяет синхронизировать номенклатуру товаров UDS и внешних систем по протоколу e-mail. В ближайшее время выпустим пост на эту тему. В принципе через техническую поддержку можете запросить информацию об этом. Планируется раздел статистики по новостям. Да, мы работаем над этой проблемой, знаем, что такая проблема есть. Это одно из самых частых обращений на техническую поддержку. В ближайшее время думаю, что возьмемся за эту задачу. Перевод на иврит. Большой рынок открывается. сейчас сложно вести переговор с предпринимателями. Я думаю, что такая возможность есть. Напишите, пожалуйста, на техническую поддержку или позвоните на 8800. Вам ответят, какие есть критерии для попадания приложения на перевод и дальнейшими инструкциями вас снабдят. Докупить можно плюс 5600 рублей в месяц про сертификат пишет. Руслан Артемов. Друзья, кажется, вопрос больше нет. Я надеюсь, что вам стало более понятно, как работает автоматизация. И я очень надеюсь на то, что в ближайшее время, может быть, даже сегодня вы зайдете в UDS бизнес, включите это, настроите, и ваши клиенты будут чаще получать, получать, самое главное, своевременно получать баллы, сертификаты, возвращаться в ваш бизнес и приносить вам больше прибыли. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите нам, пожалуйста, еще раз отправляю ссылочку, сохраните ее, отправьте ее в чаты, отправьте вашим партнерам, отправьте вашим коллегам. По этой форме можно ставить проблему, номер телефона, и мы постараемся с разработчиками подумать, как эту проблему решить, свяжемся с вами, если вам что-то покажется непонятным, и в обновлениях постараемся эти проблемы решить. Сабир, может быть, ты хочешь что-то сказать напоследок? В целом, да, рекомендация вообще связанная с автоматизацией в комплексе, да, то есть мы предприниматели малого бизнеса часто связываемся, сталкиваемся с огромным количеством вообще вот такого, знаете, маленьких розненных бизнес-процессов, где есть люди, и автоматизация, она вообще комплексная, она в первую очередь у предпринимателя должна быть в голове, поверьте мне, то есть если вы начнете смотреть на свой бизнес, вымать, как это можно будет упростить, не знаю, там банально, там те же чек-листы какие-то, да, там финн-модель, организационную структуру предприятия, да, там работу по маркетингу через UDS, ваша жизнь в целом начнет становиться лучше, свободнее, да, получится выходить из операционки, и UDS нам это позволяет, и это прекрасно, смотрите на свой бизнес именно вот такими глазами, что можно упростить, зайдите в консоль, сделайте вот эти настройки, которые Сергей сегодня подробно рассказал, вам уже станет лучше, потому что я уверен, что большинство предпринимателей признается себе честно, что не всегда заходит в консоль, не всегда анализирует клиентскую базу, не всегда вовремя отправляет рассылочку, даже когда у тебя пятница и скоро выходные, нужно всем сказать, и даже в пятницу не всегда мы делаем рассылку, сделайте один раз, забудьте, и всегда у вас это будет все работать в автомате, бизнес будет расти, и это за ту же самую абонентскую плату, что мне особенно приятно. Спасибо большое, Сабир, спасибо всем, кто сегодня пришел на вебинар, всем, кто задал вопросы, надеемся, что вам было полезно, а мне было очень полезно получить от вас обратную связь, например, про статистику и то, что автоматизация сегмента была полезна использовать. Встретимся через неделю на вебинаре по РФМ, спасибо большое всем, всем здоровья, успехов, хорошего настроения, всем пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok